На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! Студия Виктория Тимофеева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Каждого нефтьюганца коснется мусорная реформа. С ноября платить за вывоз ТБО будем по-новому. Пока подозрения на употребление наркотиков не выявлено. Школьники прошли тест на раннее выявление склонности к наркомании. Вместе мы сильнее. Совет ветеранов войны и труда отметил День народного единства. С этого месяца рассчитываться за вывоз мусора мы будем по-другому. Во-первых, платить теперь будем единому окружному оператору Юграэкология. Во-вторых, с ноября эта услуга становится не жилищной, а коммунальной. Что это значит в следующем сюжете. Это значит, что государство будет устанавливать на сборы вывоз мусора единый тариф, подобно тому, как это происходит сейчас с водой и теплом. До сих пор платеж за вывоз ТБО определялся размером квартиры. Теперь он будет зависеть от числа жильцов. Тот мусор, который производится, это все-таки производит человека, а не квадратный метр. И поэтому, допустим, одинокий пенсионер, проживающий в 60 квадратных метрах, будет платить меньше, чем семья из четырех человек, проживающие в 40 квадратных метрах. Какую сумму утвердит региональная служба по тарифам, станет известно через несколько дней, 13 ноября. Но в целом понятно, что цифры возрастут. Где и как можно будет платить за ТБО тоже станет известно в ближайшее время. Сделать это можно в том числе в офисе Тюменской энергосбытовой компании. В 2019 году нас ждет еще одно изменение – раздельный сбор мусора. На смену привычным металлическим контейнерам придут разноцветные пластиковые. Будет раздельный сбор мусора. Это батарейки отдельно, отдельная бумага, отдельный пластик. Будем приобретать контейнеры для раздельного сбора мусора. Каждая своей цветовой гаммы будет. И прививать к культуре. Будем планировать убирать все эти железные и приводить в соответствии с ГОСТом. Региональный оператор «Югра-экология» в целом будет выполнять роль координатора. Непосредственными исполнителями останутся наши местные фирмы, которые давно работают на этом рынке услуг. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Первый этап психологического тестирования школьников завершен. Напомним, юганские подростки от 12 до 18 лет прошли анкетирование, которое помогает выявить склонность к употреблению психоактивных веществ. Эту тему сегодня обсуждали на заседании антинаркотической комиссии. Первые итоги тестирования будут известны 18 ноября. Но уже сейчас специалисты обработали ответы воспитанников двух школ города. Подозрений на употребление наркотиков не выявлено. Кроме проведения данного тестирования, проводятся различные профилактические мероприятия. Это реализация профилактических программ к детям среди детей разных возрастных групп. Также волонтерское движение, которое проводит различные флешмобы, акции. Отдельно заслушали отчет от среднеспециальных учебных заведений. По словам их представителей, студенты ведут здоровый образ жизни, а педагоги задействуют их во внеурочной деятельности. Однако, по мнению специалистов, эффективность такой профилактики в политехническом колледже хромает. Показатели криминогенности среди несовершеннолетних – это показатели вашего заведения. Может быть, это неэффективно, может быть, что-то надо менять, надо что-то более эффективно работать с муниципалитетом, с общественными организациями. Общественники предложили представителю политехнического колледжа свою помощь. Активисты готовы проводить встречи, беседы, лекции, сопровождать спортивные и культурные мероприятия. Главное, чтобы руководство учреждения пошло навстречу. Кристина Кочерова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». В преддверии Нового года фонд «Добрых дел» объявил акцию «Подари ребенку праздник». Принимаются сладости в упаковках длительного срока хранения, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, средства гигиены. Естественно, все только новое. Можно, кстати, оказать помощь не только товарами, но и деньгами. Вся финансовая отчетность волонтерской организации публикуется в группе ВК «Фонд добрых дел». Добровольцы приглашают к участию в акции и предприятии. Для организации, для ИП, для ООО – это небольшие суммы, может быть, 2-3 тысячи рублей, а для кого-то, вы понимаете, это просто радость. Сбор подарков продлится до 15 декабря. Презенты волонтеры намерены адресовать семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Нефтьюганский совет ветеранов войны и труда отметил День народного единства. Поздравить пожилых с праздником приехали ученики пятой школы. Они организовали праздничный концерт. Мы отмечаем День народного единства. День единения всех людей нашего великого государства. Ежегодно праздник Дня народного единства отмечают вместе и нефтьюганские ветераны войны и труда. Поздравить их с этим событием зачастую приходят и школьники города. В небе дадуга цветная, нет земли красивые. Вокально-инструментальный ансамбль «Северное сияние» уже не первый год навещает ветеранов. Каждый раз ребята готовят новую программу. В этот раз вокальные, танцевальные и театральные постановки были на близкую ветеранам тему военной поры. Это важно, во-первых, начиная с процесса подготовки, потому что мы начинаем узнавать больше о том времени. Мы уже погружаемся в эту атмосферу. Потом на самом мероприятии мы взаимодействуем. Мы тоже погружаемся уже в атмосферу самого мероприятия, в этот быт уже, в эту другую культуру общения. И это, безусловно, обогащает и духовный мир, и умственно-интеллектуальный. День народного единства, считают организаторы, не только объединяют представителей разных национальностей, но и поколений. На этой большой территории мы все живем и создаем благое для наших детей. И даем этому пример, как нужно жить нашему подрастающему поколению, как нужно равняться, что было раньше, до Великой Отечественной войны, после войны. Дружеский вечер завершился теплым общением между ветеранами и школьниками. Виктория Тимофеева, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Все лучшее со всей страны в нефтеюганске. В торговом центре «Купец» работает всероссийская ярмарка. Морепродукты из Камчатки, чай из Карелии, одежды из Перми и украшения из Санкт-Петербурга. Сотни самых разных товаров нужно успеть купить до 11 ноября. Сюжет на правах рекламы. Далее в выпуске. Все самое свежее и качественное со всех уголков России. Чавыча, залом, краб, просыпчатый икра. Нефтеюганцы уже выстраиваются в очередь. Рядом вкусные фермерские продукты. Все по госту, по качественному приготовлению делается. Фермерское производство. Колбаса, сухопрукты, орехи. Великолепные композиции чая. Вещи потрясающего качества. Все по низким ценам, все доступно. Свежие орехи с курагой и краснодарская халва ручной работы. Огромный выбор меда. Алтайский, башкирский, кремовый с добавками. Есть даже уникальный черный мед с мумиё. Цены от 300 рублей за килограмм. Привезли знаменитый карельский чай. Умельцы предлагают даже уникальный из ван-чая двойной ферментации. Сильна Россия не только продуктами. Стильная зимняя одежда для мужчин и женщин. Из Санкт-Петербурга элегантные шерстяные махеровые пальто и костюмы. Из перми изящные головные уборы из меха, замши и фетра. А ещё нижнее бельё из Латвии. Качественный трикотаж, верблюжьи пояса и носки. И даже белорусская оптика. Также здесь огромный выбор покрывала пледов, домашней одежды. И сотен нужных бытовых мелочей. Скоро праздники, время подарков. Только здесь авторские украшения ручной работы от питерских художников. И уникальные ювелирные изделия серебра и натурального камня. Всероссийская ярмарка работает на втором этаже торгового центра «Купец». С 10 утра до 8 вечера. Только до 11 ноября. Успеваем. В российской столице открылось очень необычное кафе. Еда и напитки там бесплатны. За что же посетители отдают деньги? Узнаете в нашей рубрике «Другие новости». Главное меню этого московского антикафе – общение с прирученными совами. В российской столице это первое учреждение такого рода. Здесь живут 11 хищных птиц. Они больше по одиночке, по своей ветке. Здесь они дружат. Просыпаются вместе. У каждой свой домик. Вот видите, деревяшки. Закрываем, наверное, чтобы они ночью не бесились. Спокойно отдыхали, спали после тяжелого дня. С утра мы их будем. Гости общаются с птицами, фотографируются. Птицу можно подержать на руках, но в присутствии смотрителя. Я вообще, в принципе, сов люблю. И я случайно узнала об этом антикафе. Просто в интернете. Почитала, увидела, что с этими очаровательными созданиями можно общаться. Я вообще хотела себе домашнюю совушку, но пока нет такой возможности, к сожалению. Ну, хотя бы, так можно пообщаться. Открыть совиное кафе было нелегко. Дело в том, что первые совы, которые мы купили, они оказались дикими. И мы подумали, типа, как с ними люди будут контактировать вообще. Надо их приручать. Приручать их не получалось. Несколько раз мы покупали других сов. Периодически птиц выносят на прогулку на улицу. Кормят каждые три часа. Дать сове лакомство могут и гости. У нас есть совы-бонус, талантчик на кормление. И люди могут попробовать покормить. Но не все это переносят, потому что совы едят мышей. Посещение кафе стоит 4 рубля в минуту. Выходные и праздники в два раза дороже. Напитки и угощения бесплатно. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok